В самом сердце африканской саванны, где пейзаж кажется будто вышедшим из древних времен, произошло нечто поистине удивительное. Археологи, работавшие над давно заброшенным проектом, неожиданно обнаружили объект, который заставил их пересмотреть свои предположения о том, что известно человечеству о нашей планете. В утренние часы, когда солнце только начинало освещать землю, команда археологов заметила странный блеск среди трав и камней. Подойдя ближе, они наткнулись на сферу, казавшуюся совершенно инородной этому месту. Она была металлической, гладкой и явно создавала впечатление технологического совершенства, не характерного для сохранившихся африканских артефактов. Эта находка сразу подняла множество вопросов, вызывая интерес и опасения среди исследователей. Размером с баскетбольный мяч и покрытая неизвестными символами, сфера озадачила всех присутствующих. Но что более удивительно, материал, из которого она была сделана, казался необычным. Он не похож ни на один из известных металлических сплавов, обнаруженных на Земле. Хотя поверхность выглядела гладкой, при внимательном осмотре можно было заметить крошечные выемки, словно она побывала в экстремальных условиях. Обстановка накалилась, когда археологи осознали, что аналогичные сферы были найдены на Марсе, в ходе миссии по исследованию Красной планеты. Это открытие поставило под сомнение все, что они знали о древних цивилизациях. Возможно, это была ошибка археологов или случайность, но факт оставался фактом. В глубине африканской саваны нашли нечто, что ранее люди видели только в далеких космических мирах. И теперь, когда тайна только начинала окутывать находку, возникали вопросы, откуда она пришла и какая история скрыта за этой таинственной металлической сферой. Металлическая сфера. Марсианский близнец. Итак, в центре внимания загадочная металлическая сфера, которую уже окрестили марсианским близнецом. Когда археологи ближе рассмотрели находку, их удивление только усилилось. Дело в том, что эта сфера, обнаруженная в африканском окружении, почти идентична тем, которые были зафиксированы на Марсе благодаря многочисленным космическим миссиям. Это странное совпадение невозможно игнорировать и оставило исследователей в недоумении. Как объект с такими характеристиками оказался посреди саваны? Сферы на Марсе, как известно, состоят из высокоустойчивого материала, что позволяет им выдерживать суровые климатические условия Красной планеты. Это же свойство обнаружили и у африканской сферы. Некоторые исследователи сразу предположили, что это может быть результат какого-то древнего инопланетной цивилизации или технологического обмена, следы которого до сих пор оставались скрытыми от глаз современных ученых. Однако загадка только усложняется. Анализ показал, что материал, из которого сделана эта сфера, не встречается на Земле в естественном виде. Более того, ее символы оказываются похожими на те, что были ранее зафиксированы на других планетах и астероидах. Это открытие не только разжигает интерес среди научного сообщества, но и предполагает, что наша история гораздо сложнее, чем мы привыкли думать. Когда цепочка совпадений оказывается столь загадочной, мир науки сталкивается с непростыми вопросами. Есть ли связь между этими объектами и что это может значить для земной истории? И, наконец, что еще скрывает этот таинственный артефакт, ожидая, когда человечество расшифрует его секреты? В поисках ответов ученым предстоит обратиться к анализу материалов и структуры сферы, чтобы разгадать эту захватывающую головоломку. Пришельцы или технология древних цивилизаций. Как только в слухах о странной сфере зазвучали упоминания о Марсе и загадочных цивилизациях, начались догадки о ее происхождении. Можно ли считать эту находку свидетельством в пользу теории о существовании инопланетян или это лишь эхо древней земной истории? В поисках ответа ученые обратились к технологиям древних цивилизаций, пытаясь найти сходство. Известно, что такие высокоразвитые культуры, как египтяне, майя или шумеры, обладали сокровищами знаний и архитектурными чудесами, которые не до конца разгаданы и сегодня. Однако, несмотря на удивительные достижения этих цивилизаций, ни одна из них не использовала металл, схожий с материалом загадочной сферы. Это намекает на более сложную загадку. Некоторые археологи выдвигают гипотезу о давних контактах с неземными посетителями, которые могли оставить свои технологии на Земле. Другие предполагают, что сфера могла быть частью потерянной технологии, созданной одной из исчезнувших культур, возможно, связанной с легендами о Атлантиде. Но пока эти теории остаются лишь предположениями, необходимо обратиться к более осязаемым фактам. История помнит случаи, когда древние артефакты находили применение в современности, и, возможно, подобное произошло и здесь. Исследователи продолжают изучать эту сферу, пытаясь ее раскрыть и разгадать тайну подобной металлической композиции. Основные вопросы остаются. Была ли эта сфера порождением древней цивилизации, или же она создана пришельцами из далеких миров? И пока ученые работают над решением этих вопросов, каждый шаг приближает нас к разгадке загадки, которую человечество постигнет в ближайшем будущем. Раскрытие тайны, анализ материалов и структура. Пока ученые приступают к анализу загадочной сферы, их первое внимание привлекает необычная структура материала. С помощью спектроскопии и рентгеновских исследований было выявлено, что сфера состоит из сплава, не встречающегося в земных условиях. Это открытие подлило масло в огонь споров и теорий, ведь материал обладает свойствами, которые делают его исключительно прочным и устойчивым к эрозии. Удивительное совпадение, именно такие характеристики нужны для выживания в экстремальных условиях, что и породило сравнение с марсианскими объектами. Однако это лишь начало. Поверхностный анализ выявил микроузоры и символы, которые напоминают древние языки, но не совпадают полностью с известными системами письма. Эта странность стала следующим ключом в попытках расшифровки. Ученые привлекли более мощное оборудование, чтобы попытаться копнуть глубже в эту металлическую загадку. Высокоточная томография вскрыла еще одно удивительное открытие. Внутри сферы обнаружилась сложная сеть полостей и туннелей, возможно предназначенных для передачи информации или энергии. Такой уровень технологии, по мнению специалистов, не мог быть достигнут древними цивилизациями без внешней помощи. Структуры внутри сферы напомнили нечто вроде сложной схемы, которую еще предстоит разгадать. Современные технологии позволяют заглянуть в ее глубины, но принимая во внимание возраст находки, остается открытым вопрос, как давно и зачем эта сфера была создана. Все это приводит к одному очевидному выводу. Независимо от происхождения сферы, ее материалы и структура говорят о невероятном технологическом уровне. Но чем больше ученые узнают, тем больше возникает вопросов. Возможно, грядут открытия, которые перевернут наше понимание земной и внеземной истории. Ученые настроены оптимистично и готовы продолжать свои исследования, ведь каждый новый факт приближает их к раскрытию самой сложной тайны наших дней. Связь с марсианскими артефактами. Совпадение или нет? Пока ученые пытаются понять тайну этой загадочной сферы, внимание привлекает поразительное сходство с марсианскими артефактами. На Марсе в ходе прошлых миссий были обнаружены объекты, которые по форме и структуре удивительно напоминают найденную африканскую сферу. Эта схожесть вызывает бурю обсуждений в научных кругах. Может ли это быть простой случайностью? Задача, стоящая перед исследователями, требует тщательного анализа. Первым шагом становится изучение составных элементов сферы. Этот процесс уже раскрывает интересные подробности. Шлифовка поверхности показывает, что материал обладает свойствами, аналогичными железо-никелевым сплавом, обнаруженным на Красной планете. Похоже, что эти характеристики не могли быть случайностью или результатом земных процессов. Однако основная интрига сосредоточена на символах, украшающих поверхность сферы. Изучив их более внимательно, ученые обнаруживают их удивительное сходство с пиктограммами и символикой, ранее зарегистрированной в марсианских каменных образованиях. Этот факт предполагает наличие какой-то связи, о которой ранее никто не подозревал. Несмотря на все эти совпадения, остается открытым вопрос, как такой объект, возможно, имеющий инопланетное происхождение, оказался в самом сердце африканской саванны. Возможно, это след какого-то древнего события или даже контакта. Но пока данные указывают на явную связь с Марсом, и ученые продолжают свои исследования, ведь каждая из них может приблизить их к разгадке, которая изменит наше понимание об истории контактов с другими мирами. Археологи в шоке. Находка противоречит науке. Наши археологи обычно находят древние артефакты, которые попадают в рамки нашего понимания истории и земных процессов. Однако эта металлическая сфера в африканской саванне заставила археологов всего мира усомниться в привычных научных парадигмах. Это открытие бросает вызов долгосрочным теоретическим установкам о том, что возможно на Земле и за ее пределами. Ученые, привыкшие находить каменные орудия и керамику, теперь оказались лицом к лицу с артефактом, который не вписывается ни в одну из известных культур. Первые дни исследований были полны удивления и недоверия. Археологи изначально полагали, что сфера может быть мистификацией или шуткой. Но когда материал был подвергнут первым анализам, стало ясно, что перед ними нечто уникальное. Спектроскопия и другие методы обнаружили сплавы, которые не встречаются в природе на нашей планете. Этот факт оказался настолько шокирующим, что некоторые члены команд отказывались верить в реальность происходящего. Для многих из них это было похоже на научную фантастику. Поднялась настоящая буря в научных кругах, когда обнаружились символы, которые не соответствуют ни одной известной культуре. Эти символы по своей сложности и утонченности свидетельствовали о высокоразвитой технологии. Больше всего интригует вопрос, зачем они были нанесены на объект. Версии разнятся, начиная от теорий о древних цивилизациях до инопланетных связей. Археологи и историки развернули полемику, обсуждая возможные контакты с внеземными цивилизациями или временные пробоины, которые могли бы объяснить подобную находку. Но, несмотря на всю экстравагантность теорий, каждый шаг вперед требует доказательств. В отсутствие таковых академическое сообщество сталкивается с дилеммой, как трактовать найденный объект, не нарушая фундаментальные научные принципы. Независимо от различных гипотез, найденная сфера уже сейчас вносит свои коррективы в понимание нашей истории и технологий. Какие ответы скрывает этот загадочный артефакт, остается загадкой. И археологи по всему миру продолжают свои исследования, надеясь пролить свет на эту удивительную находку и изменить наше понимание о возможностях древних цивилизаций и контактах с иными мирами. Теории заговора. Кто и зачем подбрасывает артефакты? Странная история вокруг металлической сферы приобрела новые оттенки, когда в игру вступили теории заговора. Некоторые предполагают, что сфера была намеренно подброшена в африканской саванне с целью создания ажиотажа в научных кругах и ведения людей в заблуждение. Кто-то видит в этом попытку тайных организаций скрыть свои следы, подставив ученых перед нерешаемой загадкой. Могла ли это быть рука правительств, пытающихся отвлечь внимание от более серьезных космических открытий? Или же это действие неизвестной группы, ставящей своей целью дискредитировать научные исследования? Возникают предположения, что такой артефакт мог быть изготовлен с использованием передовой технологии, недоступной широкой общественности. Возможно, теневые исследовательские группы, занимающиеся таинственными космическими объектами, создали эту сферу, чтобы сбить с толку ученых. Идея кажется безумной, но в условиях, когда реальных объяснений мало, она обретает определенную остроту. С другой стороны, находятся и те, кто подозревает вмешательство инопланетных цивилизаций. Может быть, это акт взаимодействия или послание, которое неправильно интерпретировали. Находка также могла стать результатом события в прошлом, когда Земля могла быть ареной для чуждых форм жизни. Археологи и ученые продолжают работы, пытаясь обнаружить следы, которые могут пролить свет на происхождение объекта. В попытках декодировать символы и расшифровать внутренние структуры сферы, они надеются преодолеть барьеры, вызванные этой находкой. Эти загадочные теории заговора подогревают интерес к металлической сфере, превращая ее в международную сенсацию. Вопрос остается открытым. Кто и почему мог бы захотеть, чтобы этот объект оказался на Земле? И пока этот вопрос остается без ответа, продолжается постоянная борьба за раскрытие правды об этой невероятной находке. Специалисты по космосу. Что думают астрономы? Пока научное сообщество пытается разобраться в происхождении загадочной сферы, астрономы вступают в дискуссию со своими предположениями. Эта находка открыла перед ними новые перспективы. Они пытаются связать ее с возможными космическими явлениями, которые могли привести объект на Землю. Некоторые астрономы выдвигают гипотезу, что сфера могла быть частью древнего космического корабля, когда-то обитавшего в нашей Солнечной системе. Они полагают, что некие космические силы могли сбросить артефакт с орбиты, и он случайно достиг африканской саваны. Другие специалисты обратили внимание на сходство сфер с марсианскими объектами. Это открытие могло бы привести к пересмотру всех известных данных о Марсе. Возможно, эта сфера была заброшена на Землю в результате столкновения или катастрофы, произошедшей на Красной планете много веков назад. Такая теория основывается на мощности возможного удара, который мог привести объект с Марса на Землю. Астрономы рассматривают возможность того, что объекты с аналогичным составом могли путешествовать на кометах или астероидах. Такое перемещение могло длиться сотни или тысячи лет, прежде чем сфера достигла своего конечного пункта назначения. Изучение содержания и структуры сферы может привести к уникальным открытиям о процессах, происходящих в глубинах космоса. Также астрономов интересует вопрос, может ли подобная находка свидетельствовать о наличии на Марсе высокоразвитой цивилизации. Каждый из этих вопросов вызывает ажиотаж среди астрономов, которые стремятся понять, что это значит для нашей планеты и понимания Вселенной. Независимо от результатов, уже сейчас ясно, что находка имеет потенциал кардинально изменить представление о нашей галактике. Эти исследования становятся очередным шагом к пониманию того, какие удивительные тайны могут скрываться во Вселенной и как они пересекаются с историей нашей планеты. Влияние находки на будущее научных исследований. С момента открытия загадочной сферы в африканской Савани ученые столкнулись с множеством вызовов, но один из главных вопросов – какой эффект это открытие окажет на будущее научных исследований? Обнаружение подобного артефакта может стать катализатором для пересмотра многих теорий и подходов в исследовании истории Земли и космоса. Интерес к этому объекту не только привлечет внимание разных дисциплин, но и приведет к развитию новых технологий и методов анализа. Один из ключевых аспектов – использование спектроскопии и других современных технологий, которые позволили выявить уникальный состав материала сферы. Это открытие может вдохновить на создание новых сплавов и материалов, которые смогут найти применение в различных отраслях, включая строительство, медицину и космическую промышленность. Исследования химического состава сферы могут привести к разработке устойчивых материалов, способных сопротивляться экстремальным условиям, что сделает их незаменимыми в будущих космических миссиях. Кроме того, находка стимулирует тщательно изучать существующие данные о других планетах, включая Марс. Новые открытия могут подтолкнуть к созданию более совершенных зондов и технологий для исследования дальних уголков Солнечной системы. Ученые уже обсуждают необходимость пересмотра данных, полученных в результате предыдущих миссий, чтобы понять, могли ли аналогичные объекты быть неправильно интерпретированы. Также эта находка стимулирует международное сотрудничество, увеличивая финансирование и ресурсы для междисциплинарных исследований. Это может ускорить разработку новых технологий, таких как более мощные телескопы и аппараты для передачи данных, что позволит расширить наши горизонты и углубить понимание галактики. Хотя еще многое предстоит сделать, ясно одно – сфера дала мощный толчок развитию научных исследований, и ее изучение может привести к революционным открытиям. Заключение. Границы между мифом и реальностью исчезают. Заключительные размышления о загадочной металлической сфере, обнаруженной в африканской саванне, рисуют перед нами картину, где границы между мифом и реальностью становятся все более размытыми. Находка, начавшаяся как археологическая загадка, выросла в масштабное событие, получившее глобальный резонанс. Ученые из различных дисциплин объединились для решения этой головоломки, но каждый шаг лишь открывает все новые вопросы. Само открытие стало не только вызовом для археологов, но и побудило к пересмотру известных данных о космосе. Спектроскопия, рентгеновский анализ и другие передовые технологии уже выявили уникальность материала сферы, но остается вопрос – откуда она? Ведущие специалисты продолжают изучать ее состав и структуру, чтобы раскрыть ее тайну. Эта находка могла бы изменить наши подходы к исследованиям космических объектов и даже повлиять на дальнейшие миссии к Марсу из-за его пределы. Совпадение или нечто большее, но сфера указывает на возможность контактов с иной цивилизацией в далеком прошлом. Вопрос, зачем этот объект был создан и как он оказался в таком неожиданном месте, остается открытым, однако ясно одно – изучение подобного артефакта предлагает новые загадки. Этот случай стимулирует международное научное сообщество работать в направлении более глубокого понимания нашей истории и космических контактов. Итак, мы находимся на пороге нового этапа в изучении как собственной планеты, так и более широких просторов космоса. Эта сфера – лишь небольшой фрагмент головоломки, но ее значение может оказаться значительно больше, чем мы себе представляем. Независимо от того, инопланетный она объект или продукт неизвестной цивилизации, она уже оставила свой след в истории науки. В будущем, возможно, именно такие находки будут определять наше понимание о мире и нашем месте в нем.